Судебные разбирательства вокруг скандального торгового центра Куб Симферополя, которые длятся с 2014 года, подходят к концу. Суд города Калуга признал ТЦ самовольным строением. На основании этого постановления будет возобновлено дело в арбитражном суде Крыма по вопросу сноса здания. В настоящий момент торговый центр закрыт, а все незаконные объекты, находящиеся рядом с ним, были снесены. В течение пяти дней будет принято решение, и Куб будет снесен. Помимо этого, в городе произошли и транспортные изменения. Так, на маршрутах номер 50 и 67 недобросовестный перевозчик был заменен на МУП Горавтотранс, которому принадлежат новые вместительные автобусы Лиазы. Также был восстановлен маршрут номер 108 в микрорайоне Леси Украинки. А шестой маршрут, на который было большое количество жалоб от симферопольцев, продлен в микрорайон Пневматика. Сейчас есть несколько нареканий от жителей улицы Житкова, потому что туда ходили Богданы, тоже МУП Горавтотранс. Но можно сказать, что есть пешая доступность, это 300-400 метров, допустимая до 500. Это жители Житкова могут пройти как на улицу Русскую, улицу Красноармейскую, Крылова. Однако мы понимаем, что люди на протяжении нескольких лет привыкли, выходя из дома, сразу садиться в маршрутку. Поэтому мы сейчас рассмотрим возможность изменения действующего маршрута с заходом на улицу Житкова, чтобы никто не было пешим. Еще одной темой для обсуждения в администрации стали приближающиеся новогодние праздники. В городе проведут фестиваль «Рождественские каникулы», который продлится с 19 декабря по 14 января. Места для проведения фестиваля уже определены – площадь Ленина и Гагаринский парк. Помимо этого в городе с 1 по 31 декабря будут работать 28 елочных базаров.